Служение Дерека Принца представляет Мы продолжаем наше исследование восьмой главы послания к римлянам. На нашем предыдущем занятии мы рассмотрели стихи с 18 по 25. Это изумительное откровение Божьего всеобщего плана для творения. И мы находим, что как верующие в Иисуса, который приняли Духа Святого, мы не должны быть заняты единственно нашими собственными маленькими заботами или делами этого века, или даже всеобщей судьбой Церкви. Но Бог хочет, чтобы наше понимание, восприимчивость нашего внутреннего человека увеличились настолько, чтобы мы смогли отождествить себя с глобальной программой Бога для всего творения. И одна причина этого в том, что мы, человеческая раса, ответственны за все беды, пришедшие во все творение. Потому что Бог сделал Адама смотрителем на творение. И Адам был неверен. И потерпел провал как смотритель. И это навлекло катастрофу не только на Адама и на его потомков, но и на творение, смотрителем которого он был поставлен. И поэтому Бог в своей безграничной мудрости определил, что искупление творения будет тесно связано с искуплением расы Адама. И творение не будет искуплено до тех пор, пока наше искупление не завершится. Так что, поскольку тление и катастрофы пришли на творение из-за нашего греха, именно наше искупление принесет искупление творению. И поэтому Павел говорит о молитве не просто за наши мелочные заботы, но и о том, чтобы вместе с творением думать об этом чудесном и славном дне искупления, разделить с творением его жажду возвращения праведности на землю. Вы заметите, что в двух псалмах, которые мы прочитали, 95 и 96, все творение с нетерпением ждет, чтобы Господь пришел и восстановил праведность и суд на земле. Понимаете, на всей земле хаос из-за того, что праведность отвергается, и ее место занимает зло. И когда я размышляю над этим, я говорю себе, «Бог, мой ум и мое ограниченное сердце на самом деле с трудом могут принять то, что Ты говоришь нам». И я считаю, что это является причиной того, что Павел говорит ниже, в стихах 26 и 27. Он говорил о роли Духа Святого в наших молитвах. Фактически, до этого я по-настоящему не понимал, почему стих 26 следует за стихом 25. Но я вижу, что Павел говорит, «Не пытайся достичь этого своими собственными силами, своим собственным ограниченным пониманием, своими собственными ограниченными эмоциональными возможностями. А позволь Духу Святому войти и сделать это для Тебя». И в этих стихах, которые мы прочитаем через минуту, Павел в определенном смысле говорит вот что. «Просто предоставь себя Духу Святому и позволь ему устроить молитвенное собрание внутри Тебя». Я опять вспоминаю свою первую жену. Один из самых драгоценных уроков, которые я получил от нее. Это просто позволяет Духу Святому молиться. Она молилась самыми удивительными молитвами и говорила, «Я не знаю, о чем я буду молиться. Когда открываю рот, я просто открываю рот, и оно выходит». И еще одно о ней. Ей для того, чтобы молиться, никогда не нужно было как-то переключаться на это. Она была очень практичной женщиной. Она любила быть на кухне, готовить, ухаживать за детьми и так далее. Но она молилась, когда делала все это. Ей не нужно было как-то особенно настроиться, чтобы молиться. Молитва просто бурлила внутри ее постоянно. Я хочу сказать о ней две вещи, потому что они такие важные. Не было дня, когда она бы не поблагодарила Бога за то, что она спасена. Она никогда не переставала ценить это чудо спасения. И я не думаю, что было много таких дней, когда бы она не благодарила Бога за говорение на языках. Она верила в говорение на языках. Она знала, что это такое прийти к концу нашего собственного понимания и просто передать руль Духу Святому и сказать, «Теперь в виде ты». Итак, давайте прочитаем эти стихи. Я, так сказать, привкушал их до сих пор. Римляна 8 глава, 26-27 стихи. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Вы понимаете, в чем наша немощь? Мы слишком ограничены в своем разуме и чувствах, чтобы откликнуться на этот призыв. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. И я думаю, что если мы задумаемся над тем, что Павел говорил о стенании и за все творение, это совершенно верно. Мы просто не знаем, как это делается. Но ничего. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Понимаете, Дух Святой — это Личность. Когда Он ходит, если вы знаете, как общаться с Ним, то вы можете дать этой Личности свободу молиться в вас и через вас. Продолжаем. Стих 27. Испытующее же сердца — я считаю, что это Бог Отец — знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Итак, мы не знаем, как молиться, как следует молиться. Часто мы не знаем, за что молиться. А часто мы не знаем, за что молиться. Часто мы знаем, за что молиться, но не знаем, как молиться. Но нам не нужно оставаться беспомощными и неработоспособными, потому что Дух Святой как Личность ходит и берет дело в свои руки. Я мог бы рассказать о многих переживаниях, но я скажу только об одном. Много-много лет тому назад, когда я проводил уличные собрания в центре Лондона, одна молодая девушка из Ирландии, католичка, служившая горничной в гостиной, в гостинице, пришла и чудесным образом приняла спасение и крещение в Духе Святом. И она по-настоящему освободилась. Она жила в той гостинице с другой девушкой в одной комнате. Та тоже была горничной. И через некоторое время та девушка подошла к ней и сказала, «Слушай, я не пойму, скажи, что это за язык, на котором ты говоришь каждую ночь, после того, как, казалось бы, засыпаешь?» В тот раз эта молодая женщина впервые узнала, что она говорит на языках во сне. В песне песней невеста Христова говорит, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Ты можешь иметь внутри себя что-то такое, что никогда не засыпает, никогда не устает, никогда не заходит тупик, никогда не бывает озадачено, всегда знает, как вести себя в различных ситуациях и как правильно молиться. Итак, вот это Божье проведение посредством Духа Святого. Только об этом одном можно было бы проповедовать неделями. Но я хочу перейти к следующему отрывку. Стих 28 и дальше до 30. «Притом знаем...» Мы опять спрашиваем себя, «А мы знаем?» «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это прекрасное местописание, и мы благодарим Бога за него. Но оно все-таки устанавливает определенные параметры. Нельзя просто сказать, «Все, что не случается, содействует ко благу», потому что это относится только к тем, кто любит Бога, и к тем, кто призван и кто ходит в Божьих планах. Видите? Тогда все, что происходит с вами, действует для вас во благо, исполняет Божью волю, как бы ни казалось трудным. А если ты любишь Бога, и ты призван, но не ходишь в Его планах, то тогда Дух Святой вмешается и сделает что-то, чтобы остановить тебя. И это тоже действует тебе на благо, даже если так и не кажется. Как Бог сказал про Израиль, «Я поставлю преграду у нее на путях, и она не сможет найти свои пути». Я думаю, что часто, когда Божьи дети начинают сбиваться с пути, Бог перед ними строит преграду, и пройти через нее просто невозможно. Это также действие Бога во благо. Но идеал в том, что мы искренне и с верой ходили в тех планах, ради которых Бог призвал нас. И тогда неважно, что случается, и это может казаться катастрофой. Но мы знаем, что Бог делает так, чтобы это было нам во благо. Когда я оглядываюсь на мою собственную жизнь, знаете, за что я благодарю Бога? За то, что Он не ответил на некоторые из моих молитв. Потому что я понимаю сейчас, что если бы Он ответил на эти молитвы, то у меня было бы много проблем. Так что даже те молитвы, на которые ответ не приходит, могут быть частью Божьего обеспечения и заботы о вас. Теперь я хочу перейти к потрясающему утверждению, которое следует в стихах 29 и 30. Потому что оно объясняет, откуда мы знаем, что все содействует ко благу. Оно дает нам глобальный Божий план на нас от вечности до вечности. И этот урок я хочу посвятить описанию этого плана. Потому что если мы по-настоящему поймем этот план и поверим в него, и подстроимся под него, мы будем совершенно защищены и уверены. И я вижу, что сегодня многие Божьи дети не уверены, они беспокойны. Они как тонущие, которые хватаются за соломинку. Они не знают, за что хвататься. Бог хранит их на плаву, но они не защищены. И я считаю, что настоящее основание для защищенности это понимание Божьего вечного плана. И первое, что нам нужно понять, это начало этого плана было положено не нами. Оно было положено Богом. А Бог никогда не начинал чего-то, что Он не мог бы завершить. После того, как мы знаем, что Бог начал это, у нас есть уверенность, что Он завершит это. Поэтому давайте прочитаем то, что Павел говорит здесь, в послании к римлянам, а затем мы дополним и расширим это из других источников, чтобы иметь полную картину Божьего плана из вечности в вечности. Итак, читаем Римлянам 8 главу, 29 и 30 стихи. «Ибо кого Он предузнал, тему предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между другими братьями. Я хочу остановиться и обратить ваше внимание, что предопределение может быть представлено в виде очень извращенного учения. Мы не предопределены быть спасенными. Мы предопределены быть похожими и преобразиться, как Иисус. Если кто-то говорит мне, что Он предопределен быть спасен, и я не вижу в его жизни никаких свидетельств, я могу усомниться в этом. Но если я вижу кого-то, кто по-настоящему изменился в образе Иисуса, я верю, что единственное объяснение этого – Бог предопределил его. Так что не допустите, чтобы предопределение стало для вас камнем преткновения. Его иногда берут и используют почти для того, чтобы бить Божий народ. Но это славная истина, если мы примем ее правильно. Хорошо, стих 30-й. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Здесь есть своеобразный план, но я думаю, что в этом стихе он дан не полностью. Я считаю, нам нужно посмотреть несколько разных отрывков из Писания, чтобы иметь весь план по порядку, от начала до конца. Так что я хочу сделать это. А вы можете последовать за мной, если хотите, по конспекту. Первый этап в этой Божьей программе – это то, что Бог предузнал нас. Он узнал нас заранее. Это утверждает Павел в 8-й главе послания Кремля на 29-м стихе. «Ибо кого Он предузнал». Это также утверждается в 1-м послании Петра, 1-й главе, а в 1-х стихах. Первое послание Петра, 1-я глава, стихи 1-й и 2-й. Он адресует свое письмо пришельцам, рассеянным по разным местам. И затем он говорит, «избранным по предведению Бога Отца». Итак, происхождение всего – это Божье предузнание. Он не действовал в неведении. Он не экспериментировал. Он знал заранее, какими людьми мы будем, как Он будет поступать с нами, как Он сможет осуществить Свой план на нас. Итак, мы начинаем с Божьего предузнания, которое было еще до того, как вообще началось сотворение. Это ошеломляющая мысль. До того, как что-нибудь вообще было сотворено, Бог предузнал каждого из нас. Я говорю людям, вы не какая-то случайность, которая ищет себе место в жизни. Все было запланировано и предузнанно Богом от вечности. И потом второй этап. Это Бог избрал нас. Мы уже читали в первом послании Петра. Мы избраны по предведению Бога, то есть по предузнанию. Важно видеть, что Божий выбор основан на Его знании нас. Он избирает нас, потому что знает нас заранее. Он знает, какие мы. Он знает, что Он может сделать из нас. Это утверждается также в послании к Ефесянам, 1 главе. Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 3 и 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Итак, Бог предузнал нас, и на основании Своего предузнания Он избрал нас. Вы сейчас там, где вы есть. И вы сейчас там, где вы есть, не потому что вы сделали выбор. Вы там, где вы есть, и вы то, кто вы есть, потому что Бог сделал выбор. Это очень сильно меняет ваше отношение к себе и к вашей ситуации. Это было начато Богом. Не вы привели все в движение. Бог привел. И затем следующий этап. Он предопределил нас. Некоторые люди боятся этого слова предопределил. Я хочу сказать вам, что это просто означает, что Бог заранее устроил путь, по которому упадет ваша жизнь. Хорошо. Мы видим это утверждение в послании к римлянам 8 главе 29 и 30 стихах. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил. И стих 30-й. А кого Он предопределил, тех и призвал. Итак, следующий этап. Бог заранее разработал курс, который должна взять нашу жизнь. Он предопределил нас. Это утверждается также в послании к Ефесянам 1 главе 5 стихе. И мы посмотрим со стиха 4. «Так как Он избрал нас в Нем». И затем говорится в 5 стихе. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог проработал все это заранее. И затем в послании к Ефесянам 1 главе 11 стихе. «В нем мы и сделали с наследниками, бывшие предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей». Это должно дать вам чувство безопасности. Вы были предопределены. Курс вашей жизни был устроен заранее тем, кто делает так, как хочет, и как Он этого хочет. Он совершает все по Своей собственной воле. И затем в послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе. Я хотел бы соединить это вместе. «Ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы понимаете? Нам не нужно принимать наши собственные решения о том, что делать. Нам нужно найти те дела, которые Бог заранее предназначил нам исполнить. От нас не требуется принимать эти решения самостоятельно. От нас требуется только найти план, который есть у Бога для нас. Это освобождает нас от массы нервозности, если вы только можете видеть это. Бог сотворил нас делать то, для чего Он сотворил нас. Поэтому мы можем делать то, что Он предназначил нам исполнять, так как Он создал нас для этой цели. Вы понимаете? Если вы постоянно расстроены и чувствуете себя неспособным сделать то, что вы пытаетесь делать, вы, вероятно, пытаетесь делать не то, что нужно. Вы, вероятно, пытаетесь сделать что-то свое, а не Божье. Поэтому вам нужно измениться. Хорошо. Следующий этап. Он призвал. Мы возвращаемся в 30 стих 8 главы послания к римлянам. А кого Он предопределил, тех и призвал. Слово «призывать» означает также «приглашать». И здесь тот момент, когда Божий план выходит из вечности и входит во время. Это тот момент нашей жизни, когда мы сталкиваемся с вечностью, когда Бог призывает нас. Это очень серьезный и священный момент. И затем посмотрим дальше. В послании к римлянам 11 главе 29 стихе. Короткий, но очень сильный стих. «Ибо дары и призвания Божьи непреложны». То есть они неизменны и не отменяются. Бог никогда не передумывает. Он никогда не берет назад свои дары. Он никогда не меняет свое призвание. Поэтому вы находитесь в чем-то таком, что совершенно безопасно. Автором этого является Творец Вселенной. И за всем этим стоит его власть. И затем мы можем посмотреть на минуту Второе послание Фессалоникийцам. Вторую главу, стих 13. «Говоря об освящении и вере, Павел говорит в конце стиха, «Избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». Вы призваны посредством Евангелия. Евангелие – это Божье приглашение. Фактически, это приглашение разделить общение Отца и Сына. Это находится в первом послании Ана, первой главе. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Итак, через приглашение, ты призван разделить общение с Божественной Троицей на небе. Это довольно высокое приглашение, не правда ли? Я хочу сказать, что если бы вы получили приглашение из Белого дома от президента, большинство из вас обрадовались бы. Но подумайте о том, что это такое. Это приглашение от всемогущего вечного Бога разделить общение с Ним на небе вовеки. Это восхитительно. Хорошо. После того, как Он призвал нас, и мы откликнулись, Он спасает нас. Давайте посмотрим второе послание Тимофею, первую главу, девятый стих. Один из моих любимых стихов. И там говорится, «Спавшего нас и призвавшего званием святым». То есть, когда вы спасены, вы также и призваны. Понимаете это? Каждый спасенный человек призван. Ты можешь не знать этого, но ты призван. Призван к определенному заданию. И затем в послании к Титу, в третьей главе пятом стихе, говорится, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления святым духом». Есть определенный момент времени, когда ты откликаешься, и Бог спасает тебя. И ты переходишь из смерти в жизнь, из осуждения в праведность Божию. Это величайший переход, который может произойти в жизни человека. Это наш отклик на Божий призыв. Это когда мы подключаемся к Божьему вечному плану. Вот почему Божье призвание так исключительно важно. Оно свято. Обратите внимание, что Павел сказал Тимофею, «Он призвал нас святым призванием». Братья и сестры, ваше призвание свято. Самым главным желанием вашей жизни должно быть желание исполнить ваше призвание. Много христиан недостаточно ценят это призвание. Бог призвал меня в 1944 году конкретно быть учителем Писания. С тех пор у меня было много проблем. Но я могу честно сказать одно. Я постоянно старался быть самым лучшим учителем Писания, какой может из меня получиться, не сравнивая себя ни с кем другим. И я относился к своему призванию как к священному. И я и сегодня отношусь к нему как к священному. И призвание каждого человека священно. Неважно, кем ты призван быть, домохозяйкой или врачом, или миссионером, или еще кем-то. Каково бы не было твое призвание, оно свято. Бог все это запланировал заранее. Тебе не нужно разрабатывать его. Тебе нужно ходить в добрых делах, которые Бог заранее предназначил тебе исполнять. Хорошо. После призвания идет оправдание. Вы уже знакомы с этим словом. И вы помните, что оно значит? Напомнить коротко, признание невиновным, вменение праведности, сделан праведным, как будто никогда не грешил. Хорошо. Римлянам 8 глава, стих 30. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Когда они откликнутся на призыв, вы понимаете? Когда вы принимаете Иисуса и Его примирительную жертву за вас, вы не только спасены, вы оправданы. Вы сделаны праведным. Вы одеты не просто в ризы спасения, но вы покрыты одеждой праведности, Божьей праведности. Но не останавливайтесь там. В этом путешествии есть еще один этап, и мы опять смотрим 30 стих 8 главы. А кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, что это сказано в прошедшем времени. Это не что-то, что произойдет после того, как мы умрем. Это сделано сейчас, через нашу веру в Иисуса. Я в таком восторге от этого, и так мало христиан, кажется, понимают это. Откройте на минуту первое послание Коринфианам, вторую главу. Это одна из моих любимых глав, потому что в ней говорится о Божьей премудрости, противоположность человеческой мудрости, то есть философии, которую я изучал. Павел говорит, мы не говорим человеческую мудрость. Слава Богу, мы не проповедуем ее. Но в главе 2, стихе 7, он говорит, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Неужели это не радует вас, что мы введены в тайную, сокровенную Божию премудрость? Если что-то вызывает у меня трепет, так это вот это, потому что многие годы до моего спасения я искал какую-то тайную, сокровенную мудрость. Я пробовал заниматься йогой. Я испробовал все на свете и в конце концов разочаровался. Но когда я встретил Иисуса и пришел к кресту, дверь была открыта к этой тайной, сокровенной мудрости Бога. Но послушайте конец этого стиха. Он предназначил ее к славе нашей. Только подумайте об этом. Вся мудрость Божьей от вечности направлена на то, чтобы привести нас в Его славу. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 4 по 6 стихи. Мы уже много раз читали это, но прочтем еще раз. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И Библия нигде не объясняет, почему Он возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Итак, мы оживлены, мы воскрешены. И что следующее? Мы посажены на престоле. Вот Божий план. Позвольте мне пробежать его быстро и закончить. Бог предузнал нас, Он избрал нас, Он предопределил нас, Он призвал нас, Он спас нас, Он оправдал нас, и Он прославил нас. О чем вам беспокоиться? Это последний урок в этом довольно длинном странстве по посланию к римлянам. Мы подходим к концу путешествия. На нашем прошлом уроке я разбирал отрывок из 8 главы послания к римлянам. Стихи с 28 по 30. И я обрисовал глобальный Божий план для нас от вечности до вечности. И он состоит из семи этапов. Я сейчас просто коротко повторю их. Бог предузнал нас, Он избрал нас, Он предопределил нас. Все это произошло в вечности. Потом во времени Он призвал нас, Он спас нас, Он оправдал нас, и Он прославил нас. Он пригласил нас разделить с Ним престол славы прямо сейчас, в этом нынешнем веке. И я высказал мысль, что если вы можете действительно понять Божий план, то в вашей жизни больше не может оставаться место для беспокойства. Все это уже устроено. Сейчас я хочу пройти с вами заключительные стихи 8 главы послания к римлянам. Я просто прошу Бога благодати на то, чтобы говорить правильные вещи, потому что я чувствую себя таким неподходящим для этого выразить моими человеческими словами величия и слава того, что завершает 8 главу послания к римлянам. Но когда мы откроем эти стихи, вы заметите, что Павел возвращается опять к этой теме «никакого осуждения», с которой он начал эту главу. Вы помните первый стих? «И так нет ныне никакого осуждения». Понимаете, наш главный враг и главное орудие сатаны против нас это осуждение, когда мы чувствуем себя виноватыми. Мне нужно сказать вам, что есть большая разница между чувством вины и обличением в грехе. Дух Святой обличает в грехе. Он конкретен, он практичен. Он говорит, «Ты сделал вот что». Ты не должен был делать это. Вот что тебе нужно сделать, чтобы исправить это. И как только это ты исправил, то с этим покончено. Но вина — это что-то такое, что ты никогда не можешь точно определить. Я сказал правильно, а может быть, я сказал не то. Может быть, я сделал не все. Может быть, я обошелся с ней неправильно. Может быть, то, что она сказала обо мне, это верно. Может быть, я на самом деле нечестен, или неискренен, или... Понимаете, у вины нет конца, и чем дальше идешь в нее, тем глубже погружаешься. Это нечто совершенно другое. Вина приходит от врага. Обличение приходит от нашего друга. Есть португальская пословица, что друг — это тот, кто показывает тебе опасность. Это то, что делает Дух Святой. Он показывает нам опасность, чтобы вытащить нас из нее. Позвольте сказать вам, будьте осторожны с любым, кто вызывает у вас чувство вины. Потому что то, что они говорят, очень редко бывает от Бога. Бог не занимается вызыванием у людей чувства вины. Будучи молодым и горячим проповедником, я иногда проповедовал свои небольшой общине. Какие они плохие. И я был силен в этом. Каждое воскресенье я просто принижал их. А они, выходя, говорили, «Спасибо, замечательное слово». А я думал про себя. Поняли ли они по-настоящему то, что я сказал? Как они могут называть это замечательным словом? Но однажды Бог по своей милости проговорил ко мне, и Он сказал, «Я хочу, чтобы ты понял, что ты работаешь над дьяволом, я не призвал тебя заставлять людей чувствовать себя виноватыми. Я призвал тебя научить людей, как они могут стать праведными. И я понял, что дьявол и его помощники хорошо делают свое дело и без моей помощи. И я перестал быть одним из маленьких помощников дьявола, насколько смог». Теперь давайте посмотрим стих 31. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» Здесь не сказано, что против нас никого нет. Здесь говорится, какая разница, кто встанет против нас. Вы, наверное, слышали такую поговорку. «Один человек плюс Бог — это большинство». В любых обстоятельствах. «Один плюс Бог — это большинство». 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам их всего». Какой потрясающий стих. «Если вы хотите узнать, насколько Бог предан вам, посмотрите на крест. Бог отдал Своего единственного Сына, чтобы Он умер в агонии и стыде за тебя». Павел говорит очень логично. «Если Бог сделал это, то нет ничего, чтобы Он не дал». Когда у вас время тьмы, искушения, сомнения, не пытайтесь решить это рассуждение. Просто повернитесь ко кресту и скажите, «Вот мера Божьей любви и преданности ко мне». Я, может быть, не понимаю, что происходит, но я знаю, что Бог совершенно и полностью предан мне. После того, как Бог принял вас как Своё дитя, Он полностью предан вам. Я помню, как моя первая жена говорила одной маленькой девочке, которую она взяла. Она сказала, «Когда я беру ребенка, я посвящаю себя». Это посвящение на всю жизнь. И когда Бог берет ребенка, то это посвящение на всю жизнь. Если кто-нибудь из вас когда-то брал приемного ребенка, вы знаете, что это посвящение не на короткий срок. Не думайте, если вы так думаете, что оно кончится, когда он женится. Поверьте, оно не кончится. Бог посвятил себя на всю жизнь каждому своему ребенку. Он сказал, «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Хочешь знать, сколько ты значишь для меня? Посмотри на цену, которую я заплатил за тебя. Кровь моего собственного сына». Не начинайте спорить с дьяволом о мелочах. Сконцентрируйте свое внимание на кресте. И там он не сможет победить вас. Вы на недоступном месте у подножия креста. И потом Павел продолжает. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если нас оправдывает Бог, то кто может заставить нас чувствовать себя виноватыми? И потом он идет еще дальше. Кто осуждает? А будут такие люди, которые станут осуждать нас? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога. Он ходатайствует за нас. Бог сделал все, о чем можно только подумать, чтобы не дать нам попасть под осуждение. Если люди обвиняют нас, Он говорит, «Я оправдал тебя». Если люди осуждают нас, Он говорит, «Цена уже заплачена смертью моего сына». Он заплатил все своей смертью, и Он воскрес из мертвых, чтобы быть нашим ходатаем вовеки. Знаете, я пишу одну книгу, с которой пока недалеко продвинулся. О проклятии. И я столкнулся с тем, чего никак не ожидал. Как христиане фактически ранят друг друга словами, сказанными из Духа, и становятся обвинителями друг друга. Я не планировал писать об этом в книге. Это то, к чему Дух Святой подтолкнул меня. Я еще не закончил это. Но занимаясь этим, я подумал про себя. Интересно, сколько раз я молился о каких-то людях и обвинял их перед Богом. И я подумал, какая наглость, какое высокомерие. Я обвиняю перед Богом кого-то, кого Бог оправдал. Я обвиняю кого-то, за кого Христос умер. Я не знаю, знакомы ли вы с историей о молящемся Хайде, одном пресвятерианском миссионере, который поехал в Индию в начале этого века. В книге о нем не написано, что он был крещен в Духе по пути. Он вошел в потрясающее молитвенное служение. Его молитвы изменяли полностью разные ситуации. И большую часть своего времени он проводил в молитве. Он очень мало занимался обычной миссионерской работой. И в начале своего служения он молился за одного индийского евангелиста, который был очень неэффективен. И он начал молиться и сказал, «Бог, ты знаешь, какой...» И дальше он хотел сказать, «Какой этот брат холодный?» Но Дух Святой не позволил ему сказать слово «холодный». Дух Святой сказал ему, «Что ты делаешь? Обвиняешь этого брата перед Господом». И он остановился и стал благодарить Бога за все хорошее, о чем он мог подумать в связи с этим братом. И через несколько месяцев тот брат стал гореть для Христа. Подумайте о действии наших молитв, когда они негативны. Представьте, что он начал бы обвинять этого брата перед Богом. Этот человек мог бы никогда не стать тем, кем его задумал Бог. Я считаю, что на нас лишит огромная ответственность, когда мы молимся за наших братьев-христиан. И я установил вот такое маленькое просто правило для себя. Если ты не можешь благодарить Бога за кого-то, не молись за Него. Вы заметите, что Павел, когда молился за людей, почти всегда начинал с благодарности к Богу за них. Я даю это просто как маленькую иллюстрацию того, как опасны и тонка силы осуждения вины. И так часто она исходит не от наших врагов, она исходит от наших друзей. Как кто-то сказал, зачем нам враги при таких друзьях? Но я подчеркиваю, что Бог не потерпит осуждения его избранных. Он обязался устроить наш путь твердо. И у нас есть адвокат-эксперт. В послании к евреям, 3 главе, 1 стихе, сказано, что Иисус – это предосвященник нашего исповедания. И в послании к евреям, 7 главе, 25 стихе, это одно из моих любимых мест Писания. Я думаю, у меня много любимых мест Писания. Евреям, 7 глава, 25 стихе. Говоря об этом предосвященнике, что он посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Интересно подумать о различных периодах жизни и служения Иисуса. 30 лет идеальной жизни в семье, зарабатывая себе на жизнь. 3,5 года публичного служения. И почти 2,000 лет ходатайства. Что это говорит нам о наших приоритетах? Мы имеем ходатая. Первое послание Иоанна, 2 стих, 1. Дети мои, 1 John 2, 1. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Слава Богу, что Иоанн не закончил здесь. А если бы кто согрешил, кто из вас согласится, что мы иногда согрешаем? Если кто-то здесь никогда не грешил, просто поднимите свою руку и выйдите вперед, и мы повесим вам медаль. А если кто согрешил, то мы имеем ходатайя перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. У нас самый высокопрофессиональный адвокат во всей вселенной, который защищает наше дело. Нет никакой причины для осуждения. Бог на нашей стороне. Иисус по правую руку Бога. Он наш адвокат. Бог оправдывает нас. Он не потерпит, чтобы нас осуждали. Интересно, понимаете ли вы, как серьезен этот вопрос вины и осуждения? Позвольте мне дать вам замечательное место из книги пророка Исаии, 54 главы, последний стих. Кто из вас знает его? Я уверен, что некоторые из вас знают. Исаии, 54 глава, 17 стих. Это сказано Божьему народу. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Против нас будет сделано много орудий, но они никогда не будут успешны. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Заметьте это. Бог не говорит, я сделаю это. Он говорит, я дал тебе основания, чтобы сделать это. Вы поняли это? Всякий язык, который будет состязаться с вами на суде, вы обвините. Это и есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Аминь. Теперь, еще раз разобравшись с этим вопросом осуждения вины, мы подходим к прекрасной, славной кульминации. Но заметьте, туда нельзя прийти под осуждением. Итак, читаем сейчас эти заключительные стихи. Я бы сказал просто, что кульминация – это нераздельное и вечное единство в духе с Мессией. Вот куда мы направляемся. Цель – это Иисус. Он есть начало. Он есть конец. Он первый, и Он последний. Он альфа, Он омега. И вы не достигли цели, если вы не имеете этого союза с Иисусом в духе. Давайте теперь прочитаем. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как вы думаете, Павел написал бы это, если бы эти вещи никак не могли случиться с нами? Это было бы пустой тратой слов. Павел говорит, мы можем встретиться с любой или со всеми этими вещами, но чего они никогда не смогут сделать – это отделить нас от любви Божьей. И затем он цитирует из 43-го псалма, очень мрачный псалом, как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обрещенных на заклане». Это был Божий народ под Ветхим Заветом. Я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что у меня есть глубокое внутреннее убеждение, что эти слова будут касаться церкви, прежде чем эта эра закончится. Бог не обещал уберечь нас от преследований. Фактически, Он предупреждал нас, чтобы мы ожидали их. Но Он сказал, «Преследование никогда не сможет разделить тебя с Божьей любовью». У меня есть один друг, вернее, знакомый, который является экспертом по христианской статистике. Дэвид Барритт, автор христианской энциклопедии. Он дает такую оценку. Каждый день в этом веке одна тысяча верующих полагают свои жизни за Иисуса. Это 365 тысяч верующих каждый год. И я думаю, что эта оценка занижена. Мы сейчас живем в Соединенных Штатах в тепличном окружении, но так не будет продолжаться долго. По всей земле наши братья и сестры полагают своей жизнью. Их сажают в тюрьмы, их бьют и их преследуют. Но слава Богу, они не отделяются от Божьей любви. Теперь мы перейдем к этим славным словам, стиха 37-го. Но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Все это что? Давайте посмотрим на этот список. Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Все это мы побеждаем. В старом английском переводе мы больше, чем победители. Что это означает? Я понимаю, что это значит. Вы входите в испытание, вы входите в сражение, и вы выходите из него, имея больше, чем вы имели в начале. Вы не просто выиграли, но и взяли трофеи. Это значит быть больше, чем победителем. И это обещает нам Павел. Во всем этом мы убедительно побеждаем. И затем он приходит к этому славному заключению, ибо я уверен. А когда человек может сказать, я уверен, это кое-что, это несет в себе убежденность. Я могу сказать о некоторых вещах, что я уверен, убежден. И я замечаю, что когда я употребляю это выражение, оно оказывает воздействие на людей. Павел говорит, «Я уверен», стих 38, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». О чем говорит Павел? О вечном, о неразделимом единстве с Иисусом, нашим Спасителем и Мессией, посредством Духа, которое ничто никогда не может разрушить или уничтожить. И в этом цель христианской жизни. Христос есть цель. О, начало, он, конец. Я хотел бы закончить словами из послания к Колоссянам, 3 главы, которые недавно стали для меня очень значимыми. Это будет заключительное место Писания на этом уроке. Послание к Колоссянам, 3 глава, стихи 3 и 4. «Ибо вы умерли». Когда мы умерли? Когда Иисус умер на кресте. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богем». У нас сокрыта жизнь, которую мир видеть не может. И затем Павел продолжает. Стих 4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Возьмите три слова. «Христос, жизнь ваша». Это все, что вам нужно. Это сокрытая жизнь. Это жизнь, сокрытая от взоров. Но Он есть наша жизнь. И теперь еще только одно место из той же главы. Стихи 10 и 11. «И облекшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот оно. Христос — это все. Когда у нас есть Он, у нас есть все. Он есть все, что нам нужно. Он есть начало-конец, начавший и заканчивающий. Теперь я хочу попросить вас отреагировать на эти славные истины. Единственный правильный, по-моему, способ сделать это — это излить свое сердце в хвале и благодарности Богу.